Еще одна группа наемников, воевавших за Украину, пала под Славянском. Сегодня была обстрелена опять Курская и Брянская область, а Донецк натовскими 155-мм снарядами. Ливия и Украина. Что общего? Почему одним план восстановления, а у других полная нищета? Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины. И не только. 5 июля, 10.00. Все больше и больше потери у наемников, которые воюют за Украину. Часть наемников предпочла удалиться с зоны боевых действий. Ну а те, кто остались, говорят, что не о том им рассказывали. Не к тому их готовили, потому что российская артиллерия, авиация утюжит буквально позиции ВСУ и тех же наемников. И все новые и новые сообщения, что большие потери. В данном случае на славянском направлении. Вообще наступление российской армии, как отмечает генштаб ВСУ, прежде всего идет на Донецком уже направлении. Потому что Луганская область, как признал сам Зеленский, уже фактически Украина не контролирует. Ну и генштаб ВСУ в принципе отмечает, что фактически ускорилось движение. И некоторые действия российской армии имеют ограниченный успех, как они описывают у себя в сводках. Ну зная прекрасный язык генштаба ВСУ, мы примерно предполагаем, что происходит на самом деле. Пока нет информации от Американского института изучения войны. Он, наверное, готовит свои сводки. Но некоторые западные аналитики предполагают, что Донецкую область Украина может потерять в течение уже ближайших двух-четырех недель. Возможно, до двух месяцев. Даже несмотря на поставки западных вооружений. А тем временем, сегодня были прилеты в Николаев, в другие города, таких как Днепр. Интересно, что в Днепре сообщили, что из семи ракет якобы было сбито шесть. Что вызывает сомнения у местных жителей. Также со стороны Украины сегодня были попытки обстрела Курской и Брянской области. Ну а по Донецку и вовсе, как сообщает ряд экспертов, как раз таки из этого вооружения, которое было поставлено, ввелись очередные обстрелы, которые продолжаются уже некоторое время. Но тем временем, действительно, в Донецкой области наступление российской армии ускорилось, как отмечают эксперты. В том числе идет продвижение в те районы, с которых обстреливают Донецк. Но сейчас, друзья, очень интересная тема. Кстати, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал. Там есть интересные цифры, к примеру, по Ливии. И чем Ливия отличается сейчас от Украины. Когда-то мы смотрели, вот в Киеве я смотрел на то, что происходит в Ливии. И многие говорили, что Украина это же не Ливия. Такое в Украине невозможно. И вот сейчас, наблюдая после прихода демократии, после Каддафи, то, что происходит в Ливии, потому что идут там фактически акции протеста, армия поддержала народ, потому что тотальная нищета, потому что отключают свет, воду. Нету тех вот социальных выплат, которые были при том самом диктаторе. Кстати, очень интересные цифры у меня на телеграм-канале. По Ливии тогда и Ливии сейчас. И почему я провожу аналогию с Украиной? Сейчас, вы знаете, вернее, вчера был такой сходняк, что ли, где обсуждался вопрос, как будут восстанавливать Украину. И соответствующие страны даже взяли шефство над теми городами, где они будут что восстанавливать. Но у меня возникает вопрос, а почему же Ливию никто не восстанавливал? Ведь там пришла демократия после диктаторского режима и спустя вот столько времени уже после прихода демократии, а все хуже и хуже. Ну почему же так? А в Украину вроде бы как решили вкладывать огромные деньги. Почему-то мне вспоминается, опять же, персонаж Ильфа и Петрова. Об этом я упоминал знаменитый Остап Бендер, Нью-Васеки. Дело в том, что у европейских стран, у самих сейчас большие проблемы по финансам. И не только у европейских. Во всем мире сейчас ситуация непростая. Оттуда у них план восстановления Украины. Плюс интересно, что некоторые страны, конечно же, предлагают российские активы забрать, или те, что конфискованы, и направить на восстановление Украины. Короче, странно все это. Как вы думаете, будут ли вообще пытаться восстановить Украину, сложатся деньгами или нет? Вообще, какое будет развитие события, по вашему мнению, напишите в комментариях. Но у меня тоже возникают еще одни вопросы. Вот сейчас в Мариуполе идут стройки. Это видео есть везде. А возле Киева, там, где были определенные события, есть стройки? Ну и все-таки, анализируя Украину и Ливию, возникают какие-то странные вопросы. Не знаю прям почему. На этом, друзья, пока все. Подписываемся на телеграм-канал. Дальше будет. Подписываемся на телеграм-канал. Подписываемся на телеграм-канал. Продолжение следует...